Наконец-то дал вожденные ключи в руке. Теперь идем исследовать квартиру. По Евгении сразу видно, она рада новоселью, ведь его могло и не быть. В 2015-м банкрот фирмы ФБК оставила дольщикам мясокомбината на память два 14-этажных недостроя в микрорайоне Мариинский. 340 будущих жильцов остались ни с чем. Краевые и городские власти взялись за проблему. На объект зашел застройщик ООО Укассия. Чтобы соблюсти сроки и бюджет, пришлось действовать всем миром. Ситуация была на контроле и у Министерства строительства, и у губернатора края. Александр Ус лично ускорял бюрократические и межведомственные вопросы. Дольщики же тем временем запасались терпением. Дольщики были очень конструктивны, причем они решали вопросы не с точки зрения каких-то выставления своих требований. Они понимали, что ситуация сложная. Сначала пришлось разобрать, сделать новый проект. Недаром были объединены все силы и власти, и жители, и вот этих дольщиков, и министерства. Что позволило нам в те сроки, которые установлены, в конце прошлого года сдать. Проблемные дома застройщик взял на особых условиях. Власти позволили увеличить этажность последующих четырех строек, чтобы хотя бы через 2-3 года прибылью от больших продаж компания возместила затраты. И сегодня счастливый день для 228 дольщиков. Это вторая и финальная волна заселения здесь. Ждать квартир пришлось всего год. Одно из условий, на которое согласились жильцы, черновая отделка. Конечно, вложений еще много, но самое главное, что есть, спасибо администрации. Школа будет, садик уже построили, то есть озеро, парк обещают. Много места, много пространства. Это все-таки монолит, это кирпич, это уже не панель. Как вы сами заметили, в доме очень тепло. Сданные дома, конечно, выглядят довольно сурово, без каких-либо дизайнерских изысков, но это и позволило ускорить стройку и сделать ее более экономичной. Так, например, на балконах даже нет вот этого цветного остекления. Но жильцы не унывают и собираются сделать остекление в едином стиле. Главное, чтобы все соседи смогли договориться об одном дизайне. В Министерстве строительства признают, впереди много проблем, но сегодня маленькая победа. Спасательный круг будет брошен еще почти трем тысячам дольщиков. В этом районе города Красноярска, вот именно в этом локальном, да, это последние дольщики, обманутые, которые уже теперь не обмануты, а счастливые обладатели. Действительно, тут власть много сделала и еще сделает. Здесь вот дорожная сеть, она еще будет продолжаться и в этом году развиваться. Это сделано без федеральных денег. Для нас это важно. Уже сейчас идет работа по благоустройству дворов и проездов. Завершено проектирование школы на полторы тысячи мест. Красноярский край сейчас остается единственным регионом в округе, где люди получают компенсации за недостроенные квартиры. На сегодня заключено соглашение о софинансировании уже на 18 домах. Закрыты выплаты по дольщикам реставрации и начаты на грунтовой. В течение года власти планируют принять решение по всем обманутым дольщикам в крае.